Библейский портал экзегет.ру представляет 34 глава книги «Премудрость Иисуса Сына Сирахова» Библейский портал экзегет, синодельный перевод Все как всегда, но 34 не как всегда, вот почему-то Смотрите, у нас предшествующие главы, они такие Вот то, что очень любят люди религиозные Как себя вести православному мальчику, девочке, старушке, воину и так далее Как себя вести благочестивому израильтянину И много очень всяких правил Хорошие, кстати, мудрые правила Не мелочные, не то, что там какие-то ритуальные подробности А вот именно такие установки, как в жизни найти свое место Не оскорбляя людей, не греша перед Богом И вдруг, а кто такой Бог? Вообще-то я бы 34 главу поставил в начале Ну и следующие тут несколько таких Но может быть дело в том, что человек, он приходит к высокому богословию Иногда через какие-то очень практические простые вещи Как себя вести на перу, как вести себя с рабами, что там с женщинами и так далее После этого он задумывается, а вообще-то Бог это кто? Пустые ложные надежды у человека безрассудного И сонные грезы окрыляют глупых Как обнимающий тень или гоняющийся за ветром, так верящий сновидением Сновидение совершенно то же, что подобие лица против лица Ну то есть какой-то рисунок В сравнении с живым человеческим лицом От нечистого что может быть чистого? От ложного что может быть истинного? Гадание и приметы и сновидение суета Сердце наполняется мечтами, как у рождающей Ну, комментировать особо, наверное, не надо То есть не верьте снам, приметам, не гадайте Да и вообще не мечтайте о жизни И это, в общем, тоже из каких-то, ну, практических таких наставлений Человек, который весь в своих вот этих фантазиях Он утрачивает связь с реальностью Если они не будут посланы от Всевышнего для вразумления Не предлагай к ним сердце твоего Значит, некоторые от Всевышнего, так бывает Сновидения ввели многих в заблуждение И надеющиеся на них подверглись падению Закон исполняется без обмана И мудрость в устах верных совершается Долго не верь приметам, глупостям, не мечтая впустую И вдруг закон исполняется без обмана И мудрость в устах верных совершается То есть такой путь человека, который попробовал разное И в конце концов убеждается, что именно закон А не приметы его жизни управляют Такой маленький шаг к вопросу А кто такой Бог? Человек ученый знает много И многоопытный выскажет знания Кто не имел опытов, тот мало знает А кто странствовал, тот умножил знания Путешествовать — это хорошо Это не развлечение Мы всегда думаем, что путешествие — это либо необходимость Командировку поехал Либо удовольствие отдыхать А здесь, оказывается, это для того, чтобы приобрести опыт А кто странствовал, тот умножил знания Многое я видел в моем странствовании Я знаю больше, нежели сколько говорю Много раз был я в опасности смерти И спасался при помощи опыта Ну, а путешествие тогда — это не Пришел там на круизный лайнер Или сел в первый класс самолета И все тебе там подали И через короткое время ты на новом месте Это по дорогам, да Погода, трудности, бандиты Всякие препятствия И вот человек приобретает опыт Путешествует не только для того, чтобы переместиться в тучку Б на карте А для того, чтобы в своей жизни что-то новое принять И следующее совершить путешествие безопаснее А может быть, жизнь похожа на путешествие? Вот еще один маленький шаг к вопросу Кто такой Бог? Дух боящихся Господа поживет Ибо надежда их на спасающего их Боящийся Господа ничего не устрашится и не убоится Ибо он надежда его О, первый ответ Он надежда тех, кто боится Господа Значит, смотрите Пустые мечты ничего не дают Путешествия дают опыт А надежда на Господа дает спасение Интересная, какая линия выстраивается, да И понимаем, что под путешествием можно понимать жизненный путь Но мы все путешествуем во времени Мы хотим или не хотим, оно течет В общем, уже к моему возрасту хочется, чтобы оно перестало течь Но оно течет, куда денешься А может быть, дело не только в том, что оно течет А в том, что некоторые люди идут по жизни Вот есть такое слово «идти по жизни» Выражение такое А некоторые люди по жизни на диване плывут Да, вот куда их вынесут И путешественник это тот, кто идет по жизни Кто сам определяет свой путь И чего ему держаться Блаженна душа боящегося Господа Кем он держится и кто опора его Очи Господа, на любящих его Такое выражение из Псалма Он могущественная защита и крепкая опора Покров от зной и покров от полуденного жара Что еще путешественнику надо, чтобы зимой не холодно, а летом не жарко Охранение от преткновения, ну, немножко корявый язык, конечно, если не упадешь И защита от падения Он возвышает душу и просвещает очи, дает врачевству, жизнь и благословение Вот уже много определений для Бога Но все определения через кто Он для тебя Вот очень хороший принцип Мы мало знаем о Боге Вот правда мало Хотя некоторые люди уверены, что прям все знают Они прошли курс богословия Но одно мы знаем, можем знать Если проявим какое-то усилие Мы можем знать, что Он делает для нас Вот эта книга и утверждает Она не дает каких-то абстрактных богословских определений Там Господь предвечен, Господь всемогущ Ну да, ну да, ну да, мне-то какая разница А вот Он, надежда тех, кто на Него надеется Он возвышает душу и просвещает очи, дает врачевству, жизнь и благословение Может быть, в общем-то, это главное, что нужно человеку знать о Боге Вместо каких-то абстрактных богословских размышлений Но приходит человек к этому выводу после долгих и сложных Вот конкретных каких-то деталей Как вести себя с тем, с этим, тогда и прочее Кто приносит жертву от неправедного стяжания Того приношения насмешливые Дары беззаконных неблагоугодны Оказывается, Богом-то можно воспользоваться Вот как инструментом, да То есть попытаться это сделать Значит, дать Ему жертву, чтобы Он тебе дал нам успех, здоровье, богатство Но если это от неправедного стяжания Украл и пожертвовал на храм из этого украденного Обсчитал, обмерил и копеечку бросил Дары беззаконных неблагоугодны Неблаговолит Всевышний к приношениям нечестивых И множеством жертв не умилостивляется о грехах их Бог это не торговец на рынке, которому дал денег, получил товар Вот это не так работает Что заколающий на жертву сына пред отцом его То приносящий жертву из имения бедных Смотрите, вот здесь какой-то евангельский прямо Ну, не отголосок, потому что Евангелия еще нет Но провозвестие такое доевангельское Да, заколающий в жертву сына пред отцом его В общем-то, то, что совершается на Голгофе И, конечно, труднее оскорбить отца сильнее, чем это И вот приносящий жертву из имения бедных Ну, то есть богатый человек каким-то образом себе приобрел это имение Там притесняет их, угнетает, заставляет их расплачиваться и жертвует на храм Но это заколать сына, потому что эти бедные – это дети божьи И когда человек такой богатый, жестокий их Обирает, угнетает, но он их символически убивает Хлеб нуждающихся есть в жизнь бедных Отнимающий его, есть кровопийца Вот еще раз это объяснено То есть если ты, ну вот, даже законным образом, да Внешне законным отнимаешь в копейку нищего То ты его убиваешь Убивает ближнего, кто отнимает у него пропитание И проливает кровь, кто решает наемника платы Еще и еще раз это повторено, чтобы не думали Ну, какой же я кровопийца Я всего лишь успешный менеджер Я эффективный предприниматель Когда один строит, а другой разрушает То что они получат для себя, кроме утомления? Ну, понятно, да Такое как раз хозяйство, где один копает яму, другой зарывает ее Ничего, результат нулевой Можно сильно устать, но не получить ничего Когда один молится, а другой проклинает Чей голос услышит ладыка? При чем здесь это? А вот смотрите, если бедняк ограблен, он проклинает А тот, кто ограбил, молится, приносит жертвы И в результате как бы один роет яму, другой ее закапывает тут же Ничего не произойдет Бессмысленная молитва Если тебя проклинают твои близкие Ближние не обязательно близкие тебе, но ближние Когда кто омывается от осквернения мертвым И опять прикасается к нему Какая польза от его омовения? Ритуальное правило, которое есть в книгах Пятикнижа Чистота и нечистота Прикосновение к мертвому телу делает человека ритуально нечистым Нужно пройти определенный ритуал очищения Но если ты осквернился, омылся и опять осквернился То можно было, да, как машину помыл И тут же прошел там снег с дождем Все опять заляпано Можно было и не мыть Но в духовном плане то же самое, да Так человек, который постится за грехи свои Опять идет и делает то же самое Кто услышит молитву его? И какую пользу получит он от того, что смирялся? Вот, кстати, к вопросу о том, что такое покаяние В этой книге это не главная тема, но важная, тоже важная Покаяние, и Иисус Сен-Серахов об этом говорит многократно Это не повторение грехов Это не ритуал Хотя были ритуалы и в Ветхом Завете И в современной церковной жизни Но эти ритуалы, они как бы внешнее проявление покаяния А покаяние — это именно отказ от действия И даже от желания действовать Если этого нет, то все эти ритуалы бессмысленны А при чем здесь это? Он вроде бы начал нам говорить, кто такой Бог По крайней мере для нас Ну, а вот он такой для нас Но это не значит, что мы им пользуемся Как мы пользуемся Каким-то предметом по собственному разумению Смотрению себе на благо Нет, с ним человек устраивает определенные отношения И эти отношения очень важны Иисус Сен-Серахов нам напоминает Но Ветхозаветные пророки много раз нам это говорили Эти отношения, они во многом определяются нашим отношением с ближним Такой одинокий, горделивый праведник Который всеми ближними ненавидим за те обиды и притеснения Которые он причинил Это не праведник Это человек, который Богу абсолютно не угоден Но это продолжится в 35-й главе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok